привет всем кто заглянул ко мне в гости для тех кто еще со мной не знаком меня зовут наталья лим и сегодня я покажу вам как я готовлю любимый салат моего мужа селедочка под шубой для этого салата нам понадобится селедка я взяла 2 штуки так как буду готовить большое блюдо я взяла 6 картофелин отварить их нужно мундирах 10 вареных яиц одну луковицу и 5 небольшого размера свеклин вареных также и майонез для начала быстренько разделаемся с селедочкой кстати недавно на сайте на каком-то прочла анекдот смешной про этот салат жена значит мужу говорит дорогой я так хочу шубу он когда ты ж моя хозяюшка ставь быстро варить картошечку со свеклой я побежал за селедкой так народ шутит очищаем кожицу это самая неприятная процедура приготовления этого салата но без нее не обойтись все косточки мы будем тщательно вынимать чтобы у нас остались такие две чистые филейки селедочные попалась икра икра нам тоже для салата подойдет после того как я отделю полностью от костей обязательно ее промою в воде от вот этого всего у нас все было чистенько и аккуратненько вот так и и отделяю от костей так ну что селедочку я почистила тщательно отделила ее от косточек промыла меленько нарезала она у меня будет салате первым слоем и дальше я посыпаю ее мелко нарезанным свежим репчатым луком тщательно смазываем все майонезе ком следующим слоем у меня будет стертый на терку картофель отварной кстати все этот салат делаю по-разному многие добавляют сюда и вареную морковь и даже я слышала зеленый горошек и свежие яблоки зеленые кто как ну я делаю обычно традиционно по простому вообще этот салат пришел в россию тысяча девятьсот восемь ой нет тысяча девятьсот восемнадцатом девятнадцатом годах представляете сколько ему лет но тем не менее он пользуется успехом россии его очень любят особенно в новогодние праздники так что вот такая у него богатая история картофель натерли на терке почему мне нравится на терке можно резать кубиками пожалуйста кому как нравится кому как удобно но мне кажется он так более нежным и пышным раскладываю обязательно этот слой присаливаю слегка и дальше яйца также натираю на крупной терке до 2 яйца я оставила для украшалок остальные идут салат также этот слой немножко присолив промазываем хорошо майонезом и последним слоем у нас будет вареная свекла также тертая на крупную терку итак последний слой слой свеклы я также промазала майонезом а дальше украшаете как вам нравится и как вашей душе угодно душе угодно а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok